Доброго времени суток, друзья! С вами семейный юрист Антон Сыровачев, специально для своего второго канала на YouTube под названием «Мужская консультация». Заметил такую тенденцию, когда человек какой-то спрашивает, вопрос из разряда, что, предположим, встречаюсь с девочкой полгода или сколько-то. Да, мы с вами, как обычно, на этом канале говорим о женщинах, о бабах, о девушках. Так вот, встречается с ней или куда-то с ней пошел, и она начала косячить. Соответственно, что ему делать? Ну и многие мужчины пишут ему в комментариях, типа, «Дошли ее нахуй, она негодная», и так далее, и так далее. Ну хорошо, то есть, опять же, есть категории женщин, с которыми нужно, конечно, обрубать всякую связь, что называется, слать их нахуй. Но это женщины, которые угрожают напрямую вашему здоровью, физическому или психологическому, вашему имуществу, сжирают ваше время, не давая ничего взамен, то есть, вытягивают из вас какие-то ресурсы, пусть даже временные, ничего не давая взамен. Таких женщин, конечно, нужно слать нахуй, без всякого сомнения, но нужно научиться их узнавать, их вычленять и их отсекать. И в том числе и этому посвящен контент на данном канале. Но, на мой взгляд, опять же, не изживается идея поиска не такой в мужчинах, то есть, где-то там, за горизонтом, у меня есть даже подкаст на эту тему, что где-то там, где-то во вселенной существует не такая, и вот она. Все женщины такие, поэтому все женщины будут косячить. Просто это нужно понять. Все женщины будут косячить. Да, одни будут косячить по каким-то, ну, условно говоря, пустикам. То есть, это напрямую не будет угрожать вашему имуществу или вашему здоровью. Но косячить будут абсолютно все, нужно это понять. И если слушать мужчин, которых я, безусловно, уважаю, особенно если вы подписаны на мой канал, если вы на него подписались, мое уважение безмерно вам гарантировано на 100%, что бы вы ни говорили и не делали, будучи подписанным на этом канале. Но, тем не менее, если следовать логике мужчин, которые ложно понимают принцип открытой двери, о нем я тоже немножко скажу, и слать всех нахуй, то получится либо беготня и постоянное разочаровывание в девушках, то есть начал встречаться с одной, начала косячить, послал нахуй, начал встречаться с другой, начала косячить, послал нахуй, с третьей послал нахуй. Где-то к двадцатой вы заебетесь. Вот я обычно не матерюсь, но в таких темах без мата никуда. Я этим подчеркиваю, так сказать, эмоционально окрашиваю свои мысли. Уж извините. Вы заебетесь. К двадцатой, к тридцатой, к сороковой. Разочаруетесь во всех женщинах и не знаю, чем закончите. Да, действительно, мужчина может жить вообще без женщин, абсолютно самодостаточно. Мужчина вообще самодостаточное существо, самодостаточный человек. Но спросите себя, хотите ли вы быть настолько самодостаточным? Готовы ли вы вот к такой вот монашеской, в прямом смысле слова, жизни? Если нет, то все-таки как-то, видимо, вот с этими, со всеми такими, с косячными, с косячими девушками, нужно как-то коммуницировать. Как вы будете коммуницировать? Тут я поговорю немножко про принцип открытой двери. Для тех, кто не знает, при сожительстве каких-то серьезных отношений с девушкой, выработан мужчинами такой вот принцип открытой двери, что если тебе не нравится что-то, то дверь открыта. Но в чем сила и ключевая особенность этого принципа? Вот такую вот угрозу можно применить только один раз. И если велика вероятность, что девушка уйдет, и возвращать ее в данном случае нельзя. То есть она уйдет, и все. Она может только сама вернуться, и вы тут будете, так сказать, с высоты своего мужского полета думать, брать ее назад или нет. Нужно оно вам или нет. Еще раз, принцип открытой двери, вот это вот проговаривание, что тебе не нравится, пошла нахуй, вот дверь там, это можно сделать только один раз серьезно. Потому что если вы будете делать это постоянно, на втором, на третьем, на десятом разе, девушка уйдет. И возвращать вы ее уже не можете. Поскольку если вы вернете, то все, вы в ее глазах опускаетесь ниже клинтуса, дальше уж точно никаких отношений не получится. То есть принцип открытой двери, это не такая вещь, которым нужно разбрасываться направо и налево. Его можно использовать как последнее, что называется, оружие. Но как же коммуницировать с женщинами? Ну, я уже сказал, первое, нужно от себя отсечь тех, кто напрямую угрожает вашему здоровью, имуществу, вашему благополучию, такие есть. А с остальными, как я уже сказал, нужно, неоднократно говорил на этом канале, нужно к ним относиться как к детям. Вот, предположим, представьте себе, что ребенок, если вам, предположим, 18-20 лет, 8-летний ребенок, если вам за 30, 16-летний ребенок, неважно, ваш, не ваш, вот он косячик, вот что вы будете делать? Ну, вы снисходительно ему попытаетесь объяснить. Если он что-то не понимает, соответственно, у вас два варианта. Либо нашлепать его по попе, чтобы он понял, либо его обхитрить. То есть, вы же на порядок умнее его ребенка, но что вам стоит его обхитрить как-то? Ну, понимаете, к чему я веду? Слать нахуй, я этим лет до 30 болел. То есть, мне не нравится девушка, пошла нахуй. Вот это прям про меня было. В черный список, так сказать, и до свидания. Сейчас я стал, ну, может быть, поснисходительнее к девушкам, к женщинам, к бабонькам. Это, во-первых. Во-вторых, понял, что, ну, это безрезультат. Не найдешь ты ни такую, которую косячить не будут. Все будут косячить. Просто нужно найти ту, которая косячит, что называется, на изи, поменьше. Вот, и, так сказать, коммуницировать с ней, манипулировать ей, может быть. Немножко в каких-то моментах, там, так сказать, обманывать ее где-то. Ну, естественно, для общего блага. Поскольку, в том случае, если вы научитесь с такой девушкой коммуницировать, то, ну, так сказать, и она будет довольна, и вы будете счастливы. А зачем вам вообще... Вот в чем смысл вот этой коммуникации? Еще раз подчеркну, что я призываю к девушкам относиться, первое, цинично. Цинично. Второе, потребительски. Пока конкретная девушка вас устраивает, пока она отдает вам больше, чем вы ей, она вам нужна. Уж что вы там с ней делать будете? Да что, в принципе, с ней делать? Ну, сексом вы с ней будете заниматься, весело время проводить, общаться, да? Вот, если общение позитивное, секс хороший, то можно, так сказать, какие-то закидоны, вот эти вот ее экупировать, что называется, позаморачиваться с дрессировкой. Как только она от вас начинает высасывать, не то, что вы подумали, а нервную энергию больше, чем отдает ее, да, то здесь, конечно, уже с ней стоит прощаться, искать следующее. Еще раз подчеркну. Использовать женщин по максимуму, цинично абсолютно, абсолютно потребительски. Пока используете, нужно учиться с ними коммуницировать, причем так, как нужно вам. С высоты вашего опыта, с высоты вашей гендерной принадлежности. Нужно купировать вот эти вот все выходки ее, так сказать, где-то проманипулировать ей, где-то смимикрировать, где-то еще что-то сделать. На мой взгляд, это рецепт хороших отношений в современном обществе. Ну, хороших для вас, конечно. Для вас. Лично для вас. Поэтому вернусь к тому, с чего начал. Слать женщин нахуй можно. Сам этим занимался. Нужно ли? Только в том случае, если идет угроза вашему здоровью, психологическому, физическому или угроза вашему имуществу. На этом канале мы с вами дальше будем размышлять, изучать, как коммуницировать с женщинами для того, чтобы они делали хорошо вам. Чтобы было хорошо вам. Чем мы и займемся. Что называется, не любите женщин, просто не умеете их готовить. И еще один момент. Вот эта вот ненависть, которая... Ну, я понимаю, да? Человек, множество мужчин живут в различных мечтах, иллюзиях по поводу женского пола. Когда они понимают, что женщина проста как три копейки, и по сути не стоит вот этих всех песен, там каких-то романов, которые про нее мужская, опять же, вот эта мужская культура создала, он разочаровывается в этом. И да, есть такой период ненависти к женщине. Блин, я там столько заморачивался, оно копейки выдавило мне не стоит. Есть такой период. Ну, просто поймите, что женщина от вашей ненависти, она, ну, от нее не убудет. А вы себе же, своей же психике, если вы не верите в душу, то уж в психику-то, наверное, верите. Вы своей психике этим вредите. Это первое. И второе, лишаете себя, ну, того же самого секса и женского общения. Надо оно вам, абсолютно не нужно. Будете ли вы ненавидеть ребенка-подростка за то, что он, ну, глупенький, да, там, или пытается вас объегорить? Ну, не будете. Вы будете относиться к нему снисходительным. Поэтому мы на этом канале, я считаю, абсолютно не женоненавистники. Мы к женщинам относимся просто трезво, цинично и потребительски. И при этом очень их любим. Ну, точно так же, как я люблю, предположим, такое блюдо, как паэлья. Ну, люблю его. Женщин обожаю тоже. Люблю их потреблять. Что вы думаете по всему этому поводу? По поводу вот этих вот моих мыслей, размышлений? Пишите в комментариях под видео. С вами был семейный юрист Антон Сарвачев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Помогает продвижению канала. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok